Я бы сказала, что это, наверное, самое короткое условие в 34-й задачи, которое я только видела. Ребят, всем привет! И мы решаем очередной пробник. На этот раз вариант номер 17 из сборника Добротина 20-21 и сделаем небольшую передышку от каких-то сложных вариантов. Решаем 17-й, потому что многие промежуточные варианты от 11-го до 17-го повторяют сборник Добротина 20-го года. Я уже решала очень многие варианты из него. Можете посмотреть в плейлисте, он где-то сбоку появится. Ну и также будет по ссылке в описании, вы сможете найти этот плейлист и там порешать некоторые варианты более старого формата. А этот мне показался незнакомым, на мой взгляд. Мы посмотрим, чего там за задания были. И давайте немножечко объявлений. Помните, мы с вами решали задачу на кристаллогидрат плюс электролиз, плюс разложение, где нужно было установить формулу кристаллогидрата. Где-то здесь сейчас тоже появится ссылка на эту задачку, 34-ю как бы нового формата. И эта задача была взята из варианта, из пробника. То есть такие пробники проводят некоторые центры образования, проверки качества образования. И всё в этом духе. В Москве есть такой центр, и, например, там проходят учителя проверку своих знаний в формате ЕГЭ. Я тоже там была. И как бы вот оттуда берутся эти варианты. Конечно, это не досрок никакой, потому что в этом году досрока не было. Но всё равно они составляют свои варианты из базы общих заданий. Поэтому потенциально такое может попасться и нам. И я не хочу, конечно, выкладывать этот вариант, но я готова перепечатать задания, чтобы мы с вами их порешали. Поэтому я надеюсь, что следующий вариант мы разберём как раз-таки тот, те задания. Ну, все, кроме 34-го, потому что 34-го мы с вами уже решили. Пишите в комментариях, поддерживайте ли вы меня с этой идеей. Если да, то ставьте плюсик, пишите, что да, хотим разобрать этот вариант. И, конечно же, не забываем ставить лайки и подписываться, если вдруг вы этого ещё не сделали конкретно под этим разбором. Ну всё, погнали. Давайте смотреть, чего там у нас интересного. Было в 17-м варианте. Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми протекает окислительно-остановительная реакция. В ходе этой реакции одна молекула окислителя принимает два электрона. Ну, давайте подчеркнём, чего мы хотим найти. Мы хотим, чтобы окислитель принимал два электрона. Ну и, кстати, напомню, что, как всегда, мы начнём со второй части. Вторая часть интереснее, поэтому большую часть сил потратим на решение второй части. Давайте напишем формулу веществ, которые у нас есть. Оксид кальция, кальцо, гидрокарбонат калия, калия, HCO3, серо, золото, интересненько, нитрат кальция, кальций, NO3, дважды, и серная кислота, H2SO4. Ну, давайте думать вообще, в принципе, кто здесь является восстановителем и окислителем. Ну, конечно, потенциально это золото является восстановителем, потому что золото — это металл, металл только восстановители. Но золото не реагирует, допустим, серной кислотой даже концентрированной. Ну, потому что золото — это благородный металл, у него не хватает восстановительной способности. Золото растворяется, как и другие благородные металлы, только в смеси азотной и соляных кислот — это царская водка. Поэтому золото мы можем здесь сразу учеркнуть, мы никогда его не будем писать в реакциях ОВР. Реакции с царской водкой не встречаются. Кто еще здесь может быть восстановителем? Да честно, никто, кроме серы, потому что ни кальциотом, ни гидрокарбонат калия, ни нитрат кальция, но никто не является восстановителем, поэтому здесь кажется, что реакция должна идти серой. С кем здесь может реагировать серая? Да только с кислотой концентрированной, потому что больше по смыслу ничего не подходит. Это единственная ОВР, которая здесь возможна из данного списка. Что получается? Это реакция сопропорционирования. Сера 0 является восстановителем и окисляется, повышает свою степень окисления. А сера плюс 6 — это окислитель, понижает свою степень окисления. Какая есть степень окисления между серой 0 и серой плюс 6? Это сера плюс 4. Поэтому единственный продукт, который здесь выделяется, это СО2 плюс H2O. Все. Вот такая вот реакция довольно-таки простая. И здесь у нас сопропорционирование. И в данном случае у вас не может степень окисления у одного и того же элемента как бы перескочить через другую. То есть у вас сера 0 не окисляется до сера плюс 6. Они обе переходят в сера плюс 4. И что у нас? Окислитель должен принимать 2 электрона. Давайте составим электронный баланс и посмотрим. Окислитель – это сера плюс 6, потому что максимальная степень окисления стала сера плюс 4. Да, как раз-таки понижает свою степень окисления на 2, принимая 2 электрона. Подходит. Сера была 0, стала сера плюс 4. Это серовосстановитель. Она отдает 4 электрона. Наименьшее общекратное – это 4, 4 на 2 – это 2, 4 на 4 – это 1. Получается, что перед серной кислотой мы должны поставить двойку. Ну, тогда перед водой мы тоже поставим двойку. Перед С2 мы должны поставить тройку, потому что 1 плюс 2 – это 3. И получается, что перед серой 0 – единица. Все уравнялось. Вот такая вот реакция очень хорошая, часто встречается. Давайте напишем, что серная кислота за счет серы плюс 6 является окислителем, а серы 0 – это восстановитель. Все, 2 балла заработали. Опять же, здесь никакая другая УВР невозможна. Все сошлось. 31. Из предложенного перечня веществ выберите кислую соль и вещество, которое уступает с этой кислой солью, в реакцию ионного обмена. Кислая соль здесь одна единственная – это гидрокарбонат калия. Давайте напишем. То есть гидрокарбонат калия мы прям по-любому берем. Калий HCO3. С кем может идти реакция? Но точно не с сосновными оксидами, точно не с простыми веществами. Остается нитрат кальция и остается серная кислота. С нитратом кальция не будет идти реакция ионного обмена, потому что нитрат калия, гидрокарбонат кальция – это растворимые соли, не выпадает никакого осадка, нет слабого электролита. Остается серная кислота. Реакция в данном случае идет, потому что гидрокарбонат – это соль слабой кислоты, угольной, поэтому обмен возможен. Получается новая соль – сульфат калия, калий-2SO4, а угольная кислота разлагается над СО2 и воду. Поэтому кислые соли могут реагировать с кислотами, но только если кислая соль образована слабой кислотой. Угольный, например, сернистый или сероводородный. Давайте поставим коэффициенты. Сюда нужно поставить двойку, чтобы уравнять калий. Тогда сюда нужно поставить двойку, чтобы уравнять углерод. Тогда получается… Вроде бы не нужны больше никакие коэффициенты. Давайте проверим кислород. 2 на 3 – это 6 плюс 4 – 10. Здесь 4 плюс 4 – 8. А, нет, конечно же, перед водой еще нужна двойка, чтобы уравнять водород, потому что здесь 2 плюс 2 – 4. И вот теперь все уравнялось. У нас выделяется газ, вода, поэтому реакция обмена возможна. Расписываем на ионы все, что возможно. Гидрокарбонат калий – это растворимая соль, сильный электролит, диссоциирует. 2 калий плюс, плюс 2HCO3 минус. Серная кислота – это сильная кислота, распадается на ионы 2H+, плюс SO4 зарядом 2 минус. Сульфат калия – это сильный электролит, растворимая соль. 2 калий плюс SO4 зарядом 2 минус. СО2 – это не электролит. Оставляем в молекулярном виде. Вода слаба, электролит – не расписываем на ионы. Что сокращается? Сокращаются катионы калия, сульфат и неоны. Что остается? 2HCO3 минус плюс 2H+. Получается 2 СО2. Плюс 2 молекулы воды. Но не стоит радоваться, что это правильно сокращенные ионы, потому что все коэффициенты в данном случае кратны. Поэтому нужно еще сократить все на 2. И вот в этом случае это будет правильно сокращенные ионы, за которые нам дадут 2 балла. Ну, как бы в сумме за задание дают 2 балла, а за сокращенные и полные ионы – 1 балл. Ну, все, вот такие вот 30-е, 31-е. Не сильно сложные, не сильно легкие. Так что сойдет. Нормальные. Смотрим 32-е. Меня привлекло конкретно 32-е, потому что 34-е, 35-е, например, понятно, пока не решишь, не поймешь, что там зашифровано. Поэтому я не могу сказать, что там сложно и легко. А вот 32-е сразу, когда смотришь на задание, плюс-минус понятно, чего там хотели. Давайте смотреть. Металлическую медь обработали при нагревании йодом. То есть первая реакция – это медь, простое вещество, плюс йод 2. И что тут нужно вспомнить? То, что йод – это слабый окислитель. И в данном случае он не может окислить медь до максимальной степени окисления. Ядиды меди 2 не существуют. Существует только ядид меди 1. Опять же, йод из-за того, что незапредельно сильный окислитель, у йода уже электроотрицательность не такая высокая. Окисляет йод до промежуточной степени окисления плюс 1. И в данном случае получается ядид меди 1. Купрум йод. Обратите внимание на взаимодействие меди и йода, потому что раньше встречалось железо с йодом постоянно. Вот там тоже нужно помнить, что железо йодом окисляется до 2, потому что йоду тоже не хватает окислительной способности окислить железо до максимальной степени окисления, до 3. Здесь такая же ситуация, только медь окисляется до плюс 1. Вот поэтому мне эта реакция понравилась, это задание понравилось, потому что здесь получается купрум йод, не так часто его встретишь. Затем полученный продукт растворили в концентрированной серной кислоте при нагревании. Купрум йод плюс концентрированная серная кислота. Конечно же, это жирный намек на ОВР, да еще и при нагревании довольно-таки жесткие условия. В данном случае у нас два восстановителя. Это и медь плюс 1, и йод минус 1. И они будут вдвоем окисляться. Медь окисляется до своей единственной более высокой степени окисления плюс 2. Ну и так как у вас среда серной кислоты, и как бы серной кислоты избыток, конечно же, здесь нужно написать сульфат меди. 2. Купрум и Су-4. Йод при этом окисляется до нуля. Йод в таких условиях всегда окисляется до нуля. Учтем двойку из простого вещества. Здесь у нас получается минус 1 электрон пока. Я уже чувствую, что здесь кое-что не так. Сейчас дойдем. Если не получится, я расскажу, что не так. А йод отдает в итоге 2 электрона. Хорошо. Сера была плюс 6, а сера станет плюс 4. Почему? Ну потому что условия жесткие. В данном случае у вас два восстановителя. Поэтому да, мы знаем, что с одной стороны там иодиды всевозможные, они восстанавливают серу до минимальной степени окисления, до минус 2. Но в качестве источника йода минус используется или йодоводородная кислота, или какие-то там растворимые иодиды, там щелочных металлов и т.д. Здесь, так как два восстановителя, да еще и нагревания, я бы написала восстановление до серы плюс 4, до Су-2. Давайте туда еще один продукт окисления напишем. Плюс Йод 2, плюс Су-2, плюс H2O. Вот такие вот продукты. Здесь получается у нас плюс 2 электрона. Что мне уже не нравится, то что суммарно у нас получается и медь, и йод отдали 3 как бы электрона, но медь с йодом, они же связаны, они связаны купрум йод. Поэтому если вдруг вы поставите коэффициент двойку перед йод минус, вам в любом случае придется поставить двойку перед медью. Поэтому я бы здесь удвоила медь, потому что, опять же, йод связан с медью купрум йод. Поэтому коэффициенты у них тоже будут связаны. И написал бы, что в итоге медь у нас отдала 2 электрона, ну потому что 2 атома отдают 2 электрона. Суммарно на окисление пошло 4 электрона, на восстановление 2 электрона, поэтому коэффициенты будут 1 и 2. То есть перед Су-2 мы поставим двойку, перед йодом мы поставим единицу, перед купрум поставим двойку, тогда перед сульфатом меди двойку, чтобы медь уравнять. Суммарно серы в правой стороне 2 плюс 2 – 4, поэтому сюда 4, и перед водой тоже 4. Давайте проверим кислород. 4 на 4 – 16, здесь 8 плюс 4 плюс 4 – тоже 16. Все уравнялось. Вот такой вот сложный электронный баланс. И с подобным электронным балансом мы уже сталкивались с вами, когда, например, сульфид железа 2 окисляется с серной кислотой, концентрированной или азотной. Там тоже получается такая ситуация, что сера связана с железом, поэтому их коэффициенты тоже связаны. Так что это интересная ОВР и довольно-таки сложный электронный баланс. Обратите внимание, как мы поставили здесь коэффициенты. Но если остались вопросы, пишите. Я сотру баланс, потому что здесь он нам не нужен. Вторая реакция суперинтересная, суперсложная. Дальше смотрим. Образовавшуюся соль обработали гидроксидом калия. Здесь уже все чуть менее интересно. Соль, образовавшаяся, это кубрум СО4 гидроксидом калия плюс калию АЖ. Просто реакция ионного обмена. Выпадает голубой осадок кубрум АЖ дважды и выделяется калий 2СО4. Поставим сюда коэффициент 2 и все уравнялось. И последнее. Выпавший осадок прокалили. Кубрум АЖ дважды нагревают. Нерастворимые гидроксиды разлагаются на оксиды воду. Кубрум О плюс H2O. Все, заработали свои 4 балла. Первая и вторая реакции самые сложные, самые интересные. Мне кажется, что вот вторая реакция, она как бы изюминка всей вот этой вот последовательности всего этого задания. Ну все, давайте двигаться дальше. Смотрим 33. Метан полторы тысячи градусов Х1. И, кстати, вот я обратила внимание, пока я проглядывала все варианты в этом сборнике, что все цепочки, они, знаете, теперь без использования структурных формул. Там только или названия какие-то, только иксы. В общем, структурную формулу почему-то вообще перестали писать. Так что будьте внимательны с номенклатурой, да, что вам из названия нужно в итоге написать какую-то правильную химическую формулу. Метан. CH4, полторы тысячи градусов. Это условие для пиролиза. То есть это сильное нагревание метана. В принципе, пиролиз можно рассматривать как такое, как бы, межмолекулярное дегидрирование. От двух молекул метана отрываются три молекулы водорода и образуется ацетилен. Ацетилен. И как раз-таки ацетилен может реагировать с натрием, поэтому по смыслу все идеально сходится. Ацетилен плюс натрий. Алкины проявляют слабые кислотные свойства, потому что водород находится около такой вот отрицательной группы. Поэтому это отрицательная группа, тройная связь, она стягивает плотность водорода. Водород подвижный, водород можно замещать на металлы с помощью определенных реагентов. Например, с помощью металлического натрия. Здесь нам сказали, что возьмите, пожалуйста, 2 натрия. Это означает, что 2 моль. Это показано для того, чтобы мы оба водорода заместили на катион натрия. Что получается? Натрий, С, тройная связь С-натрий и выделяется H2. Тут еще нагревание написали. Мы тоже повторим это, тоже напишем нагревание. Получается ацетиленит натрия, это соль ацетилена. Натрий, С2, и, кстати, это вещество очень интересное, может встретиться в четвертом задании. Здесь находятся как ионные связи между натрием и углеродом, натрий плюс и углеродом минус, так и ковалентные неполярные между двумя одинаковыми атомами углерода. Так что будьте внимательны с ацетиленитами всевозможными, потому что здесь два типа связей. И чтобы понять, что там есть ковалентные неполярные, нужно вспомнить структурную формулу. Ну вот такой Х2 у нас получился. Это именно как бы Ди такой ацетиленит. Хотя я не знаю даже, как это сказать. Ацетиленит Ди натрия может быть. Что именно два водорода замещены на два натрия. А в принципе, если соотношение было бы один к одному, то тогда бы только один водород заместился на натрий. Ну что, затем нам из этого вещества нужно сделать бутин-2. То есть CH3, С, тройная связь, С, CH3. Подобные соли используют для получения гомологофалкина. То есть как-то для удлинения углеродного скелета. Реакция очень сильно похожа на реакцию Вюрца. И смотрите, у вас есть фрагмент ацетилена. И вам нужно подобрать просто соответствующий галоген-алкан. Так как относительно этого фрагмента, относительно тройной связи у вас появилось два метила, ну значит нужно добавить какой-то хлорметан или бромметал, как вам больше нравится. Давайте напишем бромметан, бром-CH3. Что происходит? Натрий связывает бром в натрий-бром и происходит замещение натрия на метил. И так два натрия замещаются. Плюс натрий-бром. Поставим двойку перед бромметаном и поставим двойку перед натрий-бром. Еще раз. То есть у вас происходит замещение метилом натрия. И как раз таки вот у вас два метила относительно тройной связи. Очень интересная реакция. И запомните, как можно удлинять конкретно углеродный скелет у алкинов. С помощью галоген-алканов и всевозможных солей. Ацетиленидов, пропинидов и т.д. Четвертая реакция. Бутин-2 реагирует с перманганатом в кислой среде. CH3, С – тройная связь. С – CH3 плюс перманганат плюс серная кислота и нагревание. Это условие для жесткого окисления. Разрываются и σ и π связи. Окисляется атом углерода при тройной связи. Они окисляются до СОН-группы. Ну, потому что вот эта связь метил-углерод, она не разрывается, поэтому окисляется до степени окисления плюс 3. Так как у нас кислая среда, марганец восстанавливается до 2, как всегда, плюс калий-2SO4 плюс H2O. Все, никаких других продуктов нет. Но, конечно же, это еще неправильная реакция, потому что нам нужно поставить коэффициенты. Расставляем степень окисления. Окисляются углероды при тройной связи. У них никаких заместителей нет, поэтому у них степень окисления 0. Здесь степень окисления. У кислорода минус 2, а у H-группы минус. Минус 2, минус 1 – это минус 3. Значит, углероду должна быть противоположная плюс 3. Получается, что углерод был 0, углерод стал плюс 3. Учтем то, что у нас таких углерода было 2 штуки. Раз углерод, два углерод. Учли в виде коэффициента. Тогда 2 углерода суммарно отдают 6 электронов. 1, 3, 2, 6. Соответственно, марганец был в перманганате плюс 7, а стал в соли плюс 2. Это плюс 5 электронов. Поэтому коэффициенты 5 и 6. Ну что, давайте переносить эти коэффициенты в уравнение. Тогда перед органикой поставим пятерку, но перед уксусной кислотой нам нужно поставить в 2 раза больше – 10, потому что у нас молекула разорвалась пополам. Перед марганцем в левую и в правую часть мы поставим шестерки, а все остальное сами. Тогда перед сульфатом калия тройку, перед серной кислотой 3 плюс 6 – 9, и остался коэффициент перед водой. Лайфхак для ленивых. Сульфаты уже уравнены, их не нужно считать второй раз. Получается, кислород в перманганате 6,4-24 должен равняться кислороду из уксусной кислоты, из воды. В уксусной кислоте 2 на 10 – 20, ну тогда перед водой нужно поставить четверку, все, тоже в сумме 24. Проверьте обязательно, конечно, все на калькуляторе и затем, но вот так вот, на первый взгляд, такие коэффициенты. Затем из уксусной кислоты нам нужно получить хлоруксусную кислоту. Давайте вспомним, как выглядит хлоруксусная кислота. Это уксусная кислота, у которой в альпоположении 1 атом водорода замещен на хлор. Вот так вот она выглядит. И как сделать из уксусной хлоруксусной? Надо вспомнить, что карбоновые кислоты реагируют с хлором, с бромом на свету или в присутствии фосфора красного. И тот и тот условие подойдет. Фосфор красный, но это как бы катализатор, а свет – это просто условие некое. И что происходит? Замещение водорода в альфоположение. Альфоположение – это следующее после функциональной группы. То есть вот это альфоположение. Водород замещается на хлор. Что получается? Хлоруксная кислота или 2-хлоруксная кислота и плюс H-хлор. Все. Написали вот такие вот реакции. Конечно же, самое интересное, на мой взгляд, в этом 33-м задании – это уравнение 2-е и 3-е. Потому что вот это свойство конкретно, то, что алкины проявляют кислотные свойства, и что затем соли алкинов можно использовать для увеличения углеродного скелета, очень часто забываются. Они очень так сильно встречались с ЕГЭ прошлого года. Поэтому обратите внимание на такие реакции. Ну все, двигаемся дальше. 5 баллов здесь заработали. Коэффициенты в последнем не нужны. 34-е. Я бы сказала, что это, наверное, самое короткое условие в 34-й задаче, которое я только видела. Я не знаю, насколько длинное получится решение этой задачи, но сейчас посмотрим. Определите массовую долю тетрагидроксоаллюмината натрия в растворе, полученном при последовательном растворении воды натрия и алюминия. Все. Одно предложение. Видели такие короткие? Я вот не видела. Сейчас посмотрим, насколько она сложная. Ну, конечно, чувствуется, что она какая-то незапредельно сложная. Ну да ладно, в любом случае это практика. У нас есть объем воды. Это 220 миллилитров. У нас есть натрий металлический. Получается 8,05 граммов. И есть алюминий. 8,1 грамм. И нужно определить массовую долю тетрагидроксоаллюмината. То есть это натрий, алюминий, OH четырежды, его массовую долю. Давайте писать реакции. Первая реакция. Натрий растворяют в воде. То есть вы не сразу все пишете в одну реакцию. Видите, тут последовательное растворение. То есть натрий сначала растворили в воде. Что получается? Замещение, щелочь, натрий, OH. Плюс H2. Надо все удвоить, кроме водорода, чтобы коэффициенты поставить. То есть выделяется газ. Затем в полученном растворе, это натрий, OH, растворили алюминий. Что получается? Алюминий – это восстановитель. Восстанавливает водород плюс 1, опять же, до нуля. Сам окисляется до трех. Но так как среда щелочная, получается комплекс тетрагидроксоаллюминат. Натрий, алюминий, OH4, HD плюс H2. Алюминий отдает 3 электрона, поэтому перед водородом нужно поставить коэффициент тройку. Водород принимает 2 электрона, поэтому перед алюминием нужно поставить коэффициент двойку. Ну и двойку перед натрий, OH. И мы понимаем, что не хватает водорода, кислорода в левой стороне, поэтому нужно дописать в воду. Сколько надо воды? 2 на 4 – 8, минус 2 – это 6, поэтому сюда шестерку. Так что здесь у нас тоже выделяется газ, водород. Все. Вот все реакции, которые здесь были зашифрованы. Две реакции. Ну давайте чего-нибудь посчитаем. У нас есть масса двух металлов, и, конечно же, мы можем посчитать количество вещества. Количество вещества натрия. Это масса натрия, деленная на малярную массу натрия. Получается 8,05. Мы делим на 23. 8,05 делим на 23. Получается 0,35. 0,35 моль. Какой мы вывод можем сделать? Нам же нужно перейти к тетрагидроксаллюминату, значит мы от первого уровня не должны перейти ко второму. Если натрий у нас было 0,35 моль, ну воды скорее всего избыток, потому что, смотрите, у вас 220 мл, это 220 граммов. Если мы 220 разделим на 18, ну как бы это прям по-любому избыток воды, не будет такой ситуации, что у вас воды был недостаток. Я даже не знаю, нужно здесь это проверять или нет, это как-то интуитивно и так понятно. Иначе как бы у нас получился раствор, если бы воды было бы мало. Поэтому мне кажется, что вода здесь нужна чисто для того, чтобы посчитать массу раствора. Натрий, соответственно, у нас 0,35, тогда натрий у аж получается ровно столько же, 0,35, потому что соотношение 1 к дому, у них коэффициент одинаковый. Тогда здесь у нас реагирует 0,35 натрий у аж. Но у нас есть еще масса одного исходного вещества, это масса алюминия, значит найдем массу, количество вещества алюминия, масса алюминия на малярную массу. 8,1 делим на 27. 0,3. Ага, 0,3 моль. И что получается? Что алюминия у нас меньше, чем щелочи. Поэтому здесь мы в дальнейшем ведем расчет по недостатку, то есть мы будем делать расчет по алюминию. Потому что у них, опять же, по уравнению реакции соотношение 1 к 1, 2 к 2. То есть количество вещества должны быть одинаковые, но натрий у аж 0,35, то есть на 0,05 больше, а алюминия 0,3. Поэтому алюминия недостатки, щелочи в избытке. Ну хорошо, тогда мы можем сказать, сколько у нас было комплекса. Комплекса было столько, сколько было алюминия. 0,3 моль. Ну давайте напишем, давайте все вот это вот напишем, то, что мы проговорили устно, что, например, количество вещества натрия у аж, оно равно количеству вещества натрия и равно 0,35 моль. Затем, так как у нас количество вещества натрия у аж больше, да, натрия у аж у нас в избытке, делаем дальнейший расчет по недостатку. Количество вещества тетрагидрокса алюмината натрий алюминий о аж четырежды равно количеству вещества алюминия и равно 0,3 моль. Так как нам нужно найти массовую долю, мы, в принципе, сразу можем с вами посчитать массу этого комплекса. Массу натрий алюминий о аж четырежды. Получается количество вещества на малярную массу, малярную придется считать самим. Такую в таблицу не напишут ни в какую. ОАЖ группа 17, 17 умножить на 4, это 68, плюс 27 алюминий, плюс 23 натрий, 118, умножить на 0,3, это 35,4 грамма. Ну все, самое интересное осталось, как всегда, это расчет массы раствора. Давайте нарисуем картинку. То есть у нас изначально было 200 мл воды, туда добавили натрий. Натрий полностью растворился, но при этом выделился водород. Масса раствора уменьшилась на массу водорода. Затем в этот же раствор добавили алюминий. Алюминий тоже полностью растворился, но при этом выделилась еще порция водорода. Поэтому масса раствора из чего будет складываться? Конечного раствора. Это масса воды, плюс масса металлов, натрия, плюс масса алюминия, но минус водород по первой реакции и минус водород по второй реакции. Давайте найдем количество вещества и найдем массы. Получается, что по первой реакции водород выделилось в два раза меньше, чем было натрия. То есть нам 0,35 нужно разделить на 2. Это получается 0,175. Давайте напишем здесь, что ню1 водорода, который по первой реакции, равно 0,5 количество вещества натрия. 0,175 моль. Ну а масса будет в два раза больше и опять умножаем на 2. То есть получается 0,35 граммов. Это масса 1. Количество вещества второе будет в полтора раза больше, потому что у нас соотношение 3 к 2. То есть 0,3 нам нужно умножить на 1,5. Это 0,45. 0,45 моль. Давайте это запишем, что количество вещества второе водорода равно 1,5 количества вещества алюминия, потому что считаем по недостатку. И получается 1,5 мы умножаем на 0,3. Это 0,45 моль. Ну а масса будет в два раза больше. Масса 2 водорода. Это, соответственно, 0,45. На малярную массу на 2. То есть это 0,9 грамм. Ну все, массу газов нашли. Масса воды как считается? У нас есть плотность воды, это константа, это 1 грамм на миллилитр, поэтому масса воды – это плотность на объем, так как плотность единица, объем 200 мл, но это будет 200 граммов. Ну все, давайте подставим все в массу конечного раствора. Масса конечного раствора – это 200 грамм воды плюс натрий, 8,05. плюс 8,1 алюминий и минус 0,35 по первой реакции водорода и минус 0,9 по второй. Вроде бы больше ничего там не выделялось. 200 плюс 8,05 плюс 8,1, но минус 0,35 и минус 0,9. У меня получилось 214,9 грамма. Еще раз посчитаем. Плюс 8,05 плюс 8,1 минус 0,35 минус 0,9. Надеюсь, если два раза сошлось, то примерно правильно. Ну что, все, считаем массовую долю, массовую долю. Тетрагидроксоаллюмината – это масса тетрагидроксоаллюмината на массу раствора. Массу мы считали, где же она здесь? Вот, 35,4. Масса раствора – 214,9 умножить на 35,4. У меня получилось вот столько. 0,16, 47 примерно. 16,47%. Пишите, получилось ли у вас так же. Надеюсь, да. Вроде бы здесь никаких подвохов задач вообще не было. Мы, вроде бы, все учли, все посчитали. Все, конец. Больше тут нечего учитывать. Ну да, довольно-таки простая 34-я задачка, но как практика подойдет. Обратите внимание на расчет массы раствора. Ну, смотрим последнее задание второй части, 35-е. При сгорании органического вещества А массой такой-то получен углекислый газ, вода и азот. Известно, что вещество А не содержит атомов углерода в СП2 гибридном состоянии, способно реагировать соляной кислотой. Давайте делать расчеты. Первое, что мы делаем, читаем количество вещества продуктов сгорания. У нас есть углекислый газ. Объем СО2. Делим на малярный объем. 16,8 на 22,4. Можно сразу сказать, что количество вещества углерода, оно такое же, как и количество вещества СО2, и получается 0,75 моль. В принципе, можно найти сразу массу, потому что у нас есть масса всего вещества, и мы предполагаем, что это сначала кислород, содержащее соединение, то есть нам в любом случае придется проверять наличие кислорода. Можем сразу посчитать массу углерода. Масса углерода – это количество вещества углерода. Масса углерода на малярную массу углерода получается 0,75 мы умножаем на 12. Это 9 грамм. То же самое делаем с водой и азотом. Тогда количество вещества в воды – это у нас будет масса на малярную массу, потому что для воды дана масса. 14,85 деленное на 18 – это 0,825 моль. Но это вода, а нас интересует водород. Водорода в два раза больше, чем воды, потому что в каждой молекуле по два атома. Поэтому мы должны 0,825 умножить на 2, и получается 1,65 моль. Ну а масса будет такая же водорода. Масса водорода, соответственно, это количество вещества 1,65 умножить на малярную массу одного водорода единицу. Здесь мы не считаем массу газа, его тут нет. Мы считаем массу атомов. 1,65 грамма. Остался азот. Для азота у нас есть масса. Значит, мы посчитаем малярную массу. Найдем количество вещества через массу и малярную массу. Значит, делим массу на малярную. Это у нас там сколько было? 2,1, деленное на 28. Здесь, конечно же, молекулярный азот выделяется при горении, поэтому делим на 28. Это 0,075 моль. Нас интересуют атомы азота. В каждой молекуле два атома, поэтому атомов в два раза больше, чем молекул. Значит, 0,075 мы должны умножить на 2. Это получается 0,15 моль. Но мы опять же хотим проверить наличие кислорода, поэтому надо найти массу атомов азота. Это количество вещества азота на малярную массу именно атомов азота. Мы 0,15 умножаем уже на 14. Получается 2,1. Вот это магия. Да нет, все нормально, конечно же. Если у нас молекулы весили 2,1, то как бы атомы тоже в сумме все будут весить 2,1. Ну да ладно, 2,1 грамма. Тогда проверяем наличие кислорода. Нужно от массы всего вещества, это 12,75, отнять все то, что мы с вами посчитали. 12,75 минус углерод, это 9 граммов, минус водород, 1,65 и азот. Ну, давайте смотреть. Плюс 1,65, плюс 2,1. И что мы понимаем? Что кислорода нет, 0. Значит, у нас было только азот, содержащий соединение C, X, Y, N, Z. Находим соотношение индексов X, Y, Z как соотношение количества веществ углерода, водорода, азота. Подставляем. Углерода у нас было 0,75. Водорода 1,65. Азота 0,15. Значит, мы должны поделить на самое маленькое, это 0,15. Давайте делить. 0,75 разделить на 0,15 – это 5. 1,65 разделить на 0,15 – это 11 к 1. Молекулярная формула, которая получилась, это C5H11n. Ну, скорее всего, это какой-то амин. Скорее всего. Давайте смотреть, что это за амин. Известно, что вещество А не содержит атомов углерода в СП2 гибридном состоянии и способно реагировать соляной кислотой. То есть, как бы у нас нет никаких кратных связей, двойных связей, если у нас нет СП2 гибридного состояния. Значит, все атомы углерода, скорее всего, в СП3 гибридном состоянии. И давайте думать, что это за амин. Самое забавное, что сразу хочу отметить, что мне кажется, что здесь нет никакой информации о том, какой это амин. Это первичный, вторичный амин, третичный амин. И как бы сразу это должно вас немножечко натолкнуть на мысль, что здесь что-то не так, что как бы что-то все-таки не так просто. Потому что если бы это был какой-то наш такой привычный амин, то была бы какая-то информация еще про то, какие там заместители, как эти 5 атомов углерода распределяются по заместителям. Давайте вспомним, какая у нас молекулярная формула для насыщенных аминов. Это CNH2N плюс 1НH2. Потому что один атом водорода в алкане заменен на аминогруппу. Давайте сложим все азоты, все водороды к тем водородам из заместителя. То есть получается CNH2N плюс 3Н. У нас 5 углеродов. То есть если бы у нас был наш классический амин, то есть там алифатический, предельный и т.д. То получается молекулярная формула C5H13N, потому что H2N это 10 плюс 3 это 13, а у нас на одну молекулу водорода меньше. То есть это означает, что у нас не алифатический амин, у нас он будет циклический, потому что не хватает одной молекулы водорода, но при этом сказали, что нет СП2 гибридного состояния, нету двойных связей. Значит мы делаем вывод, что это вторичный амин, но он как бы замкнутый в цикл. Это пиперидин, и он уже, кстати, нам встречался. Это такой гетероцикл с 5 атомами углерода. Давайте сначала я прям такой подробный скелет нарисую, все атомы углерода пропишу. То есть вот у нас 5 атомов углерода, и цикл замкнут на 1 атом азота. То есть это вторичный амин, потому что у вас 2 водорода в аммиаке заменены на 2 заместителя, но вот он такой вот циклический получился. То есть тут у нас CH2, 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 CH2. И как раз таки мы понимаем, что здесь у нас суммарно 11 атомов водорода. Еще раз, как мы догадались до цикла, что мы вспомнили формулу для олифатических аминов, то есть не циклических, ну обычных там типа метиламин, диетиламин и т.д. Обычные наши амины. И поняли, что в нашем случае на 1 молекулу водорода меньше. Но как мы можем избавиться от этой молекулы водорода? Мы можем сделать двойную связь, но нам сказали, что у нас нет СП2 гибридного состояния, значит у нас не может быть двойной связи. Еще один вариант – это замкнуть цикл. И получается, что это у нас вот такой вот гетероцикл. Это подробная структурная формула, но можно нарисовать просто углеродный скелет. То есть это такой вот шестичленник, но с гетероатомом, с атомом азота. Нам, кстати, встречалось уже подобное вещество в Статграде в каком-то. Так что если вдруг вы внимательно смотрели разбор Статграда, то вы уже знакомы с таким веществом, и оно уже не должно было вас каким-то образом испугать. Надо написать реакцию соляной кислотой. Но так как это вторичный амин, просто образуется связь по донорно-акцепторному механизму с H+. Получается вот такой катион, пеперидиния. NH2 с плюсом на азоте. И хлор минус, вот такая соль. Хлорид пеперидиния. Вот такое вот вещество. Так что хорошая задача. Прям великолепная задача, я бы сказала. Поэтому, ребята, расширяем кругозор всевозможных азот содержащих соединений. И имеем в виду, что такое тоже может попасться в 35-х заданиях. Ну что, делитесь впечатлением. Мне кажется, супер-классная задача. Она как бы покрывает эту ужасную 34-ю. Ну, 34-ю, потому что совсем какая-то была запредельно простая. Ну все. Завершали вторую часть, а теперь смотрим первую часть. Первое задание. Определите атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии содержат два неспаренных электрона. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно написать электронно-графические формулы. Ну, давайте. У бериллия конфигурация 2s2 электронно-графическая формула это два неспаренных электрона на 2s подуровни. А нам что нужно? Два неспаренных. Давайте подчеркнем, что мы хотим неспаренных. То есть это электрон у нас одиночки, без пары. Ну, то есть бериллия не подойдет в данном случае, потому что у него два спаренных. У ванаде конфигурация 4s2 3d3. Ванаде у нас какой? Да, как раз-таки третий. Давайте нарисуем электронно-графическую для него. Два электрона на s подуровни и три электрона на d подуровни. Ну, и получается, что если у нас там три электрона, значит, три неспаренных электрона. А нам нужно два неспаренных. То есть ванаде не подойдет. У титана конфигурация 4s2 3d2. Как раз-таки вот эти два электрона на 3d подуровни, соответственно, подойдет. У титана два неспаренных электрона. У водорода конфигурация 1s1. У него только один единственный неспаренный электрон. Ну, значит, остается методом исключения серы. Правильно, ответ 3.5. Серая конфигурация 3s2, 3p4, электронно-графическая пара на 3s и еще два неспаренных электрона на 3p. Поэтому, да, сера и титан. Давайте вспомним еще одну такую вот интересную вещь. А если бы здесь вас попросили найти два элемента, у которых одинаковая, точнее даже так, не одинаковая, у которых схожая конфигурация внешнего уровня, например, то кто бы нам тут подошел? Просто хочу напомнить разницу в этих понятиях, типа одинаковая конфигурация, схожая конфигурация, что это означает? Схожая конфигурация это когда один в один одинаковая. Ну, допустим, у бериллия, даже так, давайте возьмем лучше, ванадий и титан. У ванадия и титана конфигурация 4s2, 3d3, у титана 4s2, 3d2. Если мы говорим о внешних электронах, а для 3d металлов внешние электроны это 4s электроны, потому что они лежат выше по энергии, поэтому здесь еще у нас есть разница в терминах. 4s это внешние, а 3d это предвнешние, потому что они по энергии уже лежат ниже. Но электроны из 4s и из 3d называются валентными, то есть они могут участвовать в образовании химических связей. И так как у нас в данном случае внешние электроны это 4s, у них будет одинаковая конфигурация именно внешних электронов. 4s2, да, вот она в точь-в-точь одинаковая, один в один. Но, если, например, мы посмотрим на конфигурацию бериллия, у которого конфигурация 2s2, то она же похожа чем-то на конфигурацию 4s2, только номер периода другой. Главное, квантовое число отличается. Поэтому такая конфигурация будет схожа. То есть у Ванадия и Титана одинаковые конфигурации внешних электронов, именно внешних, да, валентные они разные, потому что у одного 3 электрона на 3d под уровнем, у другого 2. То есть валентные разные, внешне одинаковые. Но с бериллием у них будет схожая конфигурация, потому что у них одинаковое количество электронов на внешнем уровне, но при этом разный номер орбитали, разное главное квантовое число, поэтому все-таки они не прям один в один одинаковые. Вспомнили, что это означает? Это очень важные термины. Ну и такие задания нам тоже крайне часто встречались, поэтому обратите внимание. Во-первых, то, что разное понятие для d металлов во внешние валентные электроны, внешние это только s, соответственно, 3d это будет предвнешние, но 4s плюс 3d это валентные, то есть они все могут участвовать в образовании связей. Например, у Ванадия максимальная валентность степени кисления это плюс 5, соответственно, потому что у него 5 валентных электронов. У титана 4 плюс 4, потому что у него 4 валентных электронов, но внешних по 2, и электроны вначале будут уходить с внешнего 4s под уровня. У бериллия и внешние валентные электроны это 2s электроны, и у них схожая конфигурация с Ванадем и титаном. Допустим, еще схожая у кого? У хрома, меди, точнее у хрома и меди они одинаковые, потому что у них за счет проскока точь-точь одинаковые. 4s1 3d5 и 4s1 3d10. То есть так как мы говорим о внешних, значит мы смотрим на 4s одинаковые. Но если, например, мы сравним хром и меди, ну допустим, там с литием или с водородом, у лития конфигурация 2s1, у водорода 1s1, то есть они тоже похожи, тоже один только валентный внешний электрон на S под уровни, но при этом другой номер периода, другое главное квантовое число. Поэтому не в точь-точь одинаковые, а схожие. Вот что такое схожие конфигурации, одинаковые конфигурации, ну и разные понятия внешнего валентной. Ну это так, небольшое отступление, здесь правильный ответ 3.5, здесь даже про это не спрашивали, но на всякий случай напомню. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые находятся в малых периодах. Малые периоды это, соответственно, малые периоды, те, которые состоят из одной строчки, это те периоды, где еще не возникает d под уровень, и, соответственно, там заполняется только s и p под уровни для элементов. Ну давайте смотреть, я это вот сотрую. Ну, в принципе, по конфигурации мы уже поняли, у кого-то мало, у кого большой. У берилли, а малые, да, у берилли находится во втором периоде. Малый период это первый-третий, поэтому берилли подойдет. Банадий, он находится в четвертом, в четвертом уже заполняется 3D под уровень, поэтому большой период. У титана аналогично заполняется 3D, большой. Водород это малый период, соответственно, это у нас подходит. И серый тоже малый период, это третий период, там еще 3D не заполняется. Нашли. И затем нам нужно расположить их в порядке возрастания электроотрицательности. И в чем здесь сложность? Что элементы, они не находятся в одном периоде, они находятся в разных периодах, поэтому тут нужно включать голову и думать, кто вообще кем является. Берилли – это металл, у любого металла электроотрицательность меньше, чем у любого не металла, поэтому берилли будет самой низкой электроотрицательностью, а нам нужно в порядке возрастания. Значит, берилли будет самой первой. Затем мы сравним водород и серу. Ну, конечно же, водород – это менее электроотрицательный не металл, потому что, представьте, водород на соединение с серой – это H2S. Сера, там, имеет степень кисления минус 2, а водорода плюс 1, поэтому, да, водород имеет меньше электроотрицательность, но больше, чем у берилли, потому что любого металла электроотрицательность меньше, чем у не металла. Поэтому следующий водород, ответ четвертый, ну и самая высокая электроотрицательность имеет сер. Кстати, хорошее второе задание, потому что, во-первых, спросили такой вот термин, как малый период, и нужно помнить, что это такое, что это 1-3, все остальное большое, ну и то, что тут элементы не в одном периоде. Из числа указанных в ряду элементов выберите 2, которые имеют одинаковую разность между максимальной и минимальной степенями окисления. Это тоже задание из ЕГЭ прошлого года, ну, давайте рассуждать. Бериллия. Давайте сначала запишем, что нам надо максимальную, вычесть минимальную степень окисления, да, что не наоборот, очень внимательно здесь, и со знаками очень внимательно. У бериллия максимальная степень окисления плюс 2, минимальная – это 0, потому что это металл. Получается разность равна 2. У ванадия максимальная степень окисления плюс 5, минимальная – опять же 0, потому что ванадий – это металл. Получается 5. У титана максимальная плюс 4, минимальная – 0, поэтому получается 4. Титан – это тоже металл. У водорода максимальная – это плюс 1, но минимальная – это минус 1, потому что водород может принимать электроны от, например, активных металлов. Поэтому разность будет плюс 1, минус на минус дает плюс, то есть плюс 1, плюс 1 – это плюс 2, то есть 2. Сера максимальная – это плюс 6, а минимальная – это минус 2, поэтому плюс 6 минус минус 2 – это будет плюс 8. А нам что нужно? Те, у которых одинаковая разность. Одинаковая получается у бериллия и у водорода, поэтому правильный ответ 1,4. Шикарное задание, я бы сказала, и на математику, что плюс на минус дает плюс, и на внимательность, и на основные степени окисления. У вас тут все спросили, поэтому будьте внимательны, хорошее третье задание. 1,4. Смотрим дальше. Из предложенного перечня вещества уберите два вещества с атомной кристаллической решеткой. Давайте напишем, наверное, формулу, может быть, нам это поможет, серо-алмаз. Алмаз – это аллотропная модификация углерода. Оксид углерода 2 – угарный газ, оксид кремния 4, силициума 2 и хлорид бария. Ну, если у нас у вещества есть ионные связи, то у них ионная кристаллическая решетка, хлорид бария точно не подходит. Остальное надо вспоминать. На самом деле мы примеры с атомной кристаллической решеткой просто учим наизусть, потому что до них догадаться каким-то таким способом невозможно. Потому что многие говорят, ну вот, если вещество прочное, то у него атомная кристаллическая решетка. Тут как бы причины следственной связи вы попутали, потому что они прочные, потому что у них атомная кристаллическая решетка, а не наоборот. Поэтому надо запомнить. Ну, как раз киалмаз – это пример с атомной решеткой, потому что у вас решетка состоит из атомов углерода. И оксид кремния тоже. Это пример атомной кристаллической решетки. Хотя кажется, да, что там, типа, у кремния должна быть степень кислородии плюс 4, у кислорода минус 2. Но вот так вот получается, что там по большей части атомы, они близки к нулевому состоянию. Поэтому здесь правильный ответ 2-4. У серы молекулы С8, такие короннообразные, но оксид углерода, понятно, что это молекула, поэтому тоже будет молекулярно-кристаллическая решетка. Пятое. Нужно сделать соотнесение. Гидроксид серы 6. Хорошее задание, потому что, может быть, кто-то еще не встречал такой формулировки. Если вдруг вам говорят «гидроксид не металла», это означает, что это кислота, потому что гидроксид не металла – это всегда кислород, содержащий кислота. Если у вас серы 6, в какой кислоте у вас серы находятся? Валентности 6 плюс 6 степень кисления имеет. Это серная кислота, поэтому это H2SO4. Запомните, что если оксид не металл, это всегда кислота. Это кислота. Ответ четвертый. Оксид азота 5 – это N2O5. Это оксид не металла, не относится к несолеобразующим, поэтому это кислотный оксид. Оксид цинка – это амфотерный оксид. Изначально металл является амфотерным, поэтому ответ второй. Четыре, три, два – тоже хорошее. Шестое. Две пары веществ, между которыми протекает химическая реакция. Медь с барий-хлор-2 не реагирует, медь не может вытеснить барий. Цинк с купрум СУ4 реагирует, цинк более активный вытесняет медь. Получается купрум плюс цинк СУ4, поэтому подходит. Железо не может вытеснить алюминий, потому что алюминий более активно, чем железо. Работаем с рядом активности металлов. Серебро тоже не может вытеснить железо, потому что железо более активное, чем серебро. А вот железо может, наоборот, вытеснить серебро. Здесь будет получаться феррум НО3 дважды плюс аргентум. Поэтому правильный ответ 2,5. В одну из пробирку с осадком карбоната магния добавили раствор сильной кислоты. То есть первое. У нас осадок карбоната магния, раствор сильной кислоты Х. То есть это раствор. Мы знаем, что это сильная кислота. То есть сильный электролит подразумевается. В результате наблюдали полное растворение. Растворение. В другую пробирку с осадком карбоната магния добавили воду. и пропускали некий газ у наблюдали тоже растворение и нужно определить давайте напишем тогда все формулы второводородная кислота аж втор сероводородная h2s бромоводородная аж бром тут у нас аммиак и углекислый газ кислоты а что рождается же бром сильная только одна это бромоводородная а что раз 2s является слабыми нужно запомнить соответственно здесь у нас реакция с аж бром получается магний бром 2 плюс co2 плюс h2 но образуется растворимая соль поэтому наблюдаем растворение x это третий вариант ответа но и нужно догадаться до игрека здесь у нас два газа это мяк углекислый газ ну конечно же и карбонаты не реагируют с аммиаком и мяк реагирует с растворимыми солями как и любое другое основание с образование там какого-нибудь осадка а здесь подразумевалась реакция с co2 потому что карбонаты они растворяются соответствующей кислоте угольной кислоте с образованием гидрокарбонатов и растворение как раз таки происходит за счет выделения гидрокарбоната магния поэтому правильный ответ 35 тоже хорошее задание запомните вторую реакцию что вот карбонаты растворяются в избытке co2 и происходит растворение восьмое давайте делать по порядку рассуждаю над каждым вариантом баре это активные щелочный земельный металл реагирует с водой реагирует с ним металлами не реагирует щелочами не реагирует там с основными оксидами с другими металлами и т.д. ну вот даже вот мы сказали не реагируется металлами зачеркнули не реагирует со щелочами зачеркнули что остается второе четвертое и пятое второе ну как-то баре с кислотными оксидами конечно потенциально баре может восстановить фосфор ну как-то такое не встречается баре с хрома 3 да как-то тоже особо не встречается. Барий литий-2С4 да тоже нет. Потому что если вы берете раствор сульфата лития и барий туда добавляете, у вас барий будет реагировать с водой а не сульфатом лития. Поэтому такие реакции мы никогда не рассматриваем. Довольно-таки сомнительный вариант ответа. Четвертое. С угарным газом да как-то нет. С фосфатом калия тоже нет. Да и тем более барий менее активный, чем калий. Даже если вам вдруг захотелось бы написать реакцию замещения, такая реакция бы не пошла. С водородом да. Ну потому что водород реагирует с активными металлами. Ну четвертое точно не подходит. Выбираем между вторым и пятым. Пятый аж хлор, конечно. Металл стоит до водорода, вытесняет водород. Получается барий хлор-2 плюс аж-2 с кислородом. Конечно. Получается барий с азотной кислотой тоже. Конечно. Если кислота, допустим, разбавленная, то будет получаться нитрат бария, нитрат аммония и вода. Потому что азотная кислота это всегда кислота-окислитель. Конечно же, более такой очевидный вариант ответа это пятый. Потому что здесь идеально все подходит. Бария реагирует с неметаллами, реагирует с кислотами, реагирует с водой. Все четко подошло. Но вот второе мутноватое. Поэтому я бы, конечно же, его не выбрала. Да и реакции довольно-таки сомнительные. Б. Бария аж дважды. Это щелочь. Реагирует с кислотами, реагирует с кислотными оксидами, вступает в реакцию ионного обмена и т.д. Не реагирует с водой, не реагирует с какими-то обычными металлами, только с амфотерными. Не реагирует с другими щелочами, с водой, с кислородом, кислородом, водородом. Какой вариант остался? Тут идеальное второе. Кислотный оксид, соль и вода, фосфат, бария и вода. Хрома-3 тоже кислотный оксид, потому что у хрома здесь степень окисления плюс 6. Получается хромат, бария и вода. Опять же, соль и вода, потому что основание плюс кислотный оксид, соль и вода. Сульфатом лития тоже реакция идет, потому что щелочь плюс растворимая соль. осадок в баре СУ4 и плюс литюаж. В общем, обмен возможен. Поэтому здесь идеальное второе. СУ2 – это кислотный оксид. Реагирует с водой, с образованием кислоты, со щелочью. Но также не забывайте, что для СУ2 характерна еще реакция ВР, потому что у серы здесь промежуточная степень окисления. Потенциально это и окислитель, и восстановитель. Чаще встречается как восстановитель. Окислитель только может быть СУ2С. Давайте по порядку. СУ2 с водой – да, реакция возможна. Будет получаться сернистая кислота. Хоть это реакция обратимая, но как бы все равно. В какой-то степени она идет. С Ажбром – нет. Кислота с кислотным оксидом. Причем здесь Ажбром – это и особо не восстановитель. Поэтому ВР тоже невозможно. С магнием – ну как-то сомнительно. Ну, потенциально, конечно, что-то может произойти. Магний может, наверное, каким-то образом восстановить серу. Но как-то такое не рассматривают. С П2У5 – точно нет. Потому что кислотный с кислотным не реагирует. С ХРОМО-3 тоже. С сульфатом лития тоже нет. Натри-ОН – да. Получается сульфид, натрия и вода, если щелочи избыток. Или гидросульфид, если СО2 избыток. С водой сернистая кислота. С кислородом получается СО3 в присутствии катализатора. Поэтому идеальный третий вариант ответа. Четвертый с угарным газом-то как-то нет. С фосфатом – нет. С водородом тоже нет. Ну, просто таких реакций нет. С АШ-ХЛОРом – нет. Но с азотной кислотой, с кислородом – да. Но в любом случае подходит третье. Потому что АШ-ХЛОР в качестве восстановителя мы не рассматриваем в данном случае. Ну и последнее – феррум С. Феррум С – это, с одной стороны, нерастворимая соль. Может вступать в какие-то реакции ионного обмена. Но только с сильными кислотами. С щелочами там реакция не будет идти. Потому что, опять же, это осадок, нерастворимая соль. Ну и также это восстановитель. Потому что у вас и железо тут в промежуточной степени кисляния. Кислород в минимальной степени кисляния. С водой, конечно же, не реагирует. Потому что это нерастворимая соль. Чего есть с водой делать? С кислотными оксидами да тоже как-то не реагирует. С угарным газом тоже. Остается у нас какой вариант ответа? Опять пятый только. С АШ-ХЛОР обмен. Феррум ХЛОР2H2С с кислородом обжиг. Феррум 2О3 плюс СО2. Это первая стадия получения серной кислоты. С СО3 ОВР. Нитрат железа 3 феррума на 3. Трижды. Плюс H2SO4. Потому что серый минус 2 под действием азотный окисляется до 6. И НО2 и вода, если кислота была концентрированная. Поэтому идеально подходит пятый. А все остальное мы зачеркнули. Ну и ладно. Ну, кстати, здесь еще натрию АШ можно зачеркнуть. Реакция не будет идти точно. С солями не будет идти реакция. Потому что соли реагируют друг с другом только если они растворимы. С водородом тоже реакция невозможна. Ну, с магнием потенциально что-то может получиться. Если реакцию проводить твердофазом, мы имеем в виду не в растворе. Но как-то тоже особо такое не встречается. Но, в общем, идеальное пятое. Не забывайте, что в восьмом задании варианты ответов могут повторяться. Девятое. Кальция плюс серная кислота концентрированная. Конечно же, это у нас ОВР. Кальция – это хороший восстановитель. Окислитель восстанавливает серу плюс 6 до минимальной степени окисления. Концентрированная серная кислота – окислитель серы плюс 6. Поэтому именно она будет восстанавливаться до серы минус 2. Поэтому второй вариант ответа. Кальций О плюс СО3. Основный оксид плюс кислотный оксид. Получается соль. Следите за степенью окисления. Здесь оксид серы 6. Поэтому получается кальций СО4. Сульфат кальция. Четвертый вариант ответа. Кальций плюс раствор серной кислоты. Здесь окислителем является H+, поэтому кальций просто вытесняет водород до нуля. И получается сульфат кальция и H2. Ответ пятый. Кальций О плюс серная кислота, соль и вода. Так как кальций здесь уже окисленный, уже плюс 2, поэтому тут никакая не УВР, просто соль и вода. Просто кислотно-основная реакция. Кальций С4 плюс H2. Есть такой вариант ответа? Есть. Это шестой вариант ответа. Вот он, ответ шестой. Следите за степенями окисления и помните, в каком случае серный окислитель, а в каком не окислитель. Если концентрировано, то окислать за счет серы плюс 6. Десятое. Последнее на неорганику. Железо плюс хлор 2. Хлор сильный окислитель. Окисляет железо до максимальной степени окисления. И получается хлорид железа 3. Феррум хлор 3. Поставим сюда двойку, сюда двойку, сюда тройку. Так что это феррум хлор 3, а тут больше ничего и нет. Окей, тут как бы даже и не сложно. Ответ пятый. Ну и затем феррум хлор 3 плюс какой-то Y из этого списка. Ну понятно, феррум хлор 3 мы уже не будем выбирать. И должен получиться нитрат. На самом деле, есть только один способ получения нитратов из хлоридов. Это аргентум на 3. Потому что только в этом случае выпадает осадок аргентум хлор и реакция обмена возможна. Получается нитрат железа. Феррум на 3 трижды. Если даже вы не догадались с ходу до нитрата серебра, то вы можете проверить все остальные вещества, содержащие нитраты, и понять, что в этом случае реакция ионного обмена не протекает. Поэтому подходит только второй вариант ответа. Все, 5-2. Два балла заработали. Органика. Общая формула. Гексин-1 – это алкин. У алкинов общая формула CNH2N-2. Потому что алкины получаются при дегидрировании алканов отщепление двух молекул водорода. Но представьте, что вы отсюда отщепите 4 атома водорода. Потому что 2 молекулы. Что остается? Как раз-таки CNH2N-2. Поэтому правильный ответ третий. Циклопропан – это цикл алкан. Цикл алкана получается за счет отрыва одной молекулы водорода от алканов. Опять же, если мы отсюда оторвем одну молекулу, то останется просто CNH2N. Поэтому правильный ответ второй. Этилбензол – это арен. Арена получается при отрыве 4 молекул водорода. Поэтому тоже можно, в принципе, вот так вот подумать, какая формула. Представьте, вы от 2N плюс 2 отнимаете 8 атомов. Сколько остается? CNH2N-6. У аренов именно такая общая формула. Поэтому 3, 2, 4. И, в принципе, тут особо даже, ну, как бы учить наизусть не надо. Надо просто подумать. Двенадцатое. Из предложенного перечня вы берете 2 вещества, которые являются гомологами аминоуксной кислоты. Гомологи – это вещества, относящиеся к одному классу, но отличающиеся на одну или несколько CH2 групп. Аминоуксная кислота выглядит таким образом. Это глицин. И что у нас должно быть? Ну, обязательно аминогруппа и COH-группа. То есть, например, первоуксная кислота не подходит. Это другой класс соединений. Второй вариант ответа не подходит, потому что это амиды. Потому что здесь у вас OH-группа как бы в кислоте, в карбоновой кислоте замещена на аминогруппу. У вас нету COH-группы амино. У вас что-то другое, поэтому не подходит. Затем CH3, CH2, 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 COH. Подходит, потому что здесь суммарно 4 атома углерода. И при этом у вас есть и аминогруппа, и COH-группа. То есть, функциональные группы все на месте. Это тот же класс соединений. Поэтому третий вариант наш. Это тоже аминокислота. Четвертый вариант ответа тоже аминокислота. Это у нас ланин тоже есть. И аминогруппа, но при этом 3 атома углерода. Поэтому правильный ответ 3-4. А пятый не подходит, потому что здесь только аминогруппа. Нету карбоксильной группы. Поэтому другой класс соединений – это просто амин. Так что гомологи – это вещества, обязательно относящиеся к одному классу. Из предложенного перечня уберите два вещества, каждое из которых взаимодействует с бромной водой при обычных условиях. Давайте напишем формулу. Толуол. Это метилбензол. Тривиальное название. Ареной не реагируют с бромной водой. У них нет такого свойства. Потому что бензольное кольцо довольно-таки прочное за счет сопряжения. Поэтому они реагируют только с бромом, чистым бромом, в присутствии катализатор. Идет реакция замещения водорода в бензольном кольце на атом галогена. А бромная вода – это условие для присоединения. Поэтому арены мы сейчас все зачеркнем, если здесь еще какие-то есть. Например, получается пара бромтолуон плюс орто бромтолуон. Но в реакцию мы пишем только одно вещество, потому что неправильно писать смесь сразу пара орто. Они не получаются в соотношении один к одному. Они получаются в другом соотношении, пара будет больше. Потому что в пароположении нету стерического какого-то затруднения. Поэтому тулол мы зачеркнем. Он не подходит. Бензол тоже зачеркнем, потому что он не подходит. Потому что бензол-то тоже арен. Остается пропен-фенол-циклогикса. Давайте думать. Пропен, алкен. Ну, вроде бы, да, подходит. Потому что алкены вступают как раз-таки в реакцию присоединения с бромной водой. Идет присоединение по кратной связи. Очень часто над стрелкой пишут воду просто показать, что это бромная вода. Это не чистый бром, потому что это другой реагент. И здесь происходит обесвечивание. Получается 1,2-ди-бром-пропан. И, да, при обычных условиях. Затем, допустим, у нас был еще циклогексан. Тоже еще один углеводород. Нет, реакция не идет. Потому что циклогексан – это большой цикл. И у него свойства похожи на свойства алканов. Реакция возможна только с чистым бромом на свету. Тоже реакция замещения. Происходит замещение атома водорода. Получается бром-циклогексан и плюс-H-бром. Мы методом исключения, если так это можно рассматривать, пришли к тому, что здесь еще реакция будет у фенола с бромной водой. Фенол – это же не совсем арена. Это не арена. Это такой вот гидроксибензол. Поэтому свойства другие. У H-группа облегчает замещение в бензольном кольце. Поэтому становится возможным реакция с бромной водой. Водороды сразу замещаются в ортопароположениях. Настолько у H-группа облегчает замещение. Получается 3-бром-фенол, который является нерастворимым белым веществом. Поэтому здесь два качественных признака. С одной стороны у нас выпадает белый осадок 3-бром-фенола. А с другой стороны мы видим обесвечивание бромной воды. Поэтому фенол реагирует. Потому что у H-группа, она как бы донор электронной плотности. И дает плотность на кольцо. Поэтому кольцо становится более привлекательным для каких-то положительных частиц. Для брома плюс. Поэтому электрофильное замещение будет протекать проще. Аналогично делает анилин. Он тоже облегчает замещение в кольцо. Поэтому будет в точности такая же реакция. Тоже с бромной водой. Правильный ответ получается 2-3. И честно, я немножечко удивлена, что здесь затесался фенол. Потому что вообще 13-е задание – это на углеводород. А фенол – это кислород, содержащий соединение. Ну да ладно. Циклогексан не подходит. Для циклогексана характерно замещение. Если был бы какой-нибудь циклопропан или циклобутан, подошло. Потому что малый цикл вступает в реакцию присоединения тоже с бромной водой. Но циклогексан нет. 14-е. Из предложенного перечня выберите 2 вещества, которые образуются при гидролизе метилового эфира пропановой кислоты. Нет ничего проще, чем написать реакцию и понять, чего там получается. Метиловый эфир пропановой кислоты. То есть пропановая кислота состоит из трех атомов углерода. Метиловый эфир – значит метил, CH3. Гидролиз. Наверное, имелся в виду водный гидролиз. Можно рассмотреть его таким образом. Что водород идет к кислороду, у H-группа к метилу. Связь разорвалась, сложная эфирная. Что получается обратно? Кислота пропановая, CH3, CH2, COOH, плюс метанол, CH3OH. Это, конечно, схема. Гидролиз эфиров идет намного сложнее. Это, кстати, реакция обратимая, потому что обратно кислота и спирт могут реагировать друг с другом. Поэтому правильный ответ 1 и 4. Потому что у нас была пропановая кислота, а в третьем варианте ответа у нас 4 атома углерода. Это 1, 2, 3, 4. Все, 1 балл заработали. Из предложенного перечня выберите 2 вещества, каждое из которых реагирует с этиламином. Этиламин – это CH3, CH2, NH2. Это обычный амин первичный. Это основание. Конечно же, не реагирует с гидроксидами алюминия, не реагирует с алканами, с циклогексанами. Реагирует с кислотами, потому что это основание. И все горит. Поэтому правильный ответ 2, 5. Шестнадцатое. Надо сделать соотнесение, соответствие. И у нас тут реакции разные. Гидротация, пропина и т.д. Давайте напишем просто реакцию. Мне кажется, что опять же здесь самое простое – написать реакцию. Гидротация – это реакция с водой. Пропина – значит алкин. CH3, CN, тройная связь, CH, плюс HOH. Это реакция Кучерова. Идет в присутствии катализатора соли-РТУТИ-2 в кислой среде. Х плюс присоединяется к наиболее гидрированному атому углерода. У H минус к наименее гидрированному. Но здесь присоединяется только одна молекула. И вот такие вот производные от винилового спирта, они неустойчивы. Они перегруппироваются. Здесь всегда получаются карбонильные соединения. Из ацетилена получается всегда альдегид, ацетальдегид. Из других алкинов получаются кетоны всегда. Поэтому здесь получается кетон, ацетон. Ответ четвертый. Куда пришла у H-группа, там и будет двойная связь кислород. Гидротация пропена. CH3, CH, двойная связь CH2, плюс HOH. Опять же, гидротация присоединения воды. Реакция идет в кислой среде. То есть она тоже каталитическая. Водород к наиболее, у H-группа к наименее. И связь разорвалась. Здесь получается обычный спирт. Вторичный спирт. Это будет изопропиловый спирт или пропанол-2. Ответ второй. Изомеризация бутана. Изомеризация – это образование изомера. Обычно эта реакция встречается для алканов. Она протекает в присутствии катализатора алюминий хлор-3 при нагревании. Из бутана получается его изомер. У бутана один единственный изомер – это изобутан или метилпропан. Поэтому все, еще метилпропан, то других вариантов не может быть. Метилпропан – это первый вариант ответа. И последнее. Гидрирование цикла бутана. Гидрирование – это присоединение водорода. Малый цикл как раз-таки себя ведут так же, как и алкены. Они вступают в реакцию присоединения по циклу. Связь разорвалась. Получается алкан – CH3, CH2, CH2, CH3. Бутан. Есть такой ответ. Есть пятый. Так и решаем подобное задание. Пишем реакции. А как вы догадаетесь до того, что здесь получается, не написав реакции? Поэтому обязательно пишем. Даже если вдруг вам кажется, что вы и так все знаете, лучше написать, чтобы не сделать ошибку по невнимательности. Семнадцатое. Тут тоже схема реакции. Что получается? Ну, давайте думать. Тут кислород содержащий. Это у нас пропаналь, аммиачный раствор оксида серебра. То есть это реакция серебряного зеркала. Аргентум плюс является окислителем. Здесь у нас кислорода минус 2 водорода плюс. У углерода тогда противоположная степень окисления плюс 1. Серебро окисляет углерод до более высокой степени окисления, до 3. Получается CH3CH2COH как бы, то есть кислота. Но кислота здесь не может получиться, потому что при восстановлении серебра разрушается аммиачный комплекс, выделяется аммиак. Аммиак – это основание. Поэтому здесь получается соль карбоновой кислоты. Это будет пропианат аммония. Ну, плюс там серебро, плюс аммиак и плюс CH2COH. Так что здесь получается пропианат аммония. Ответ 6. Затем это этилат плюс галоген алкан. Реакция замещения – это еще один способ получения простых эфиров. Происходит замещение натрия на этил, ну а натрий связывается с бромом. Получается диэтиловый эфир. Это ответ 3. То есть это будет у нас, давайте в сокращенном виде напишу, C2H5O, C2H5 плюс натрий бром. Можно получать реакции дегидратации, например, межмолекулярно, а можно с помощью солей и галоген алканов. Причем такой же способ можно использовать для получения сложных эфиров. Просто вы берете соль кислоты и тоже галоген алкан. Такое вполне себе встречается во второй части. Затем этанол, серная кислота, нагревание. Ну тут зависит от температуры, но про температуру нам ничего не сказали. Какие варианты вообще, в принципе, возможны? Например, внутримолекулярная дегидратация нам даст этен и воду, если температура больше 140. Если температура меньше 140, то это опять же будет диэтиловый эфир, C2H5O, C2H5 плюс вода. Но у нас нету и тена. У нас есть этан и бутан. Значит, здесь тоже подразумевался диэтиловый эфир, потому что других вариантов нет. Ну и последнее. Это пропионат натрия плюс натрий-УАЖ. Это реакция декарбоксилирования. Натрий-УАЖ связывает карбоксильную группу в карбонат натрия, натрий-2СО3, и происходит укорачивание углеродного скелета на один атом углерода. Получается этан, ответ один. Вот такие вот задания. Хорошая реакция, нормальная. Вспомнили некоторые свойства. Восемнадцатое. Был C2H6, это CnH2N плюс 2, то есть это этан, получается какой-то Х. Затем спирт, серная кислота, нагревание. Что мы можем сделать из этана в одну стадию? Ну, точно не метанол, точно не, допустим, диэтиловый эфир, и точно не ацетальдегид. Можем сделать, например... Брометан. А можем сделать, в принципе, ацетилен реакции дегидрирования? Но, например, если мы предположим, что Х это C2H2, это ацетилен, можем ли мы в одну стадию из ацетилена получить этанол? Нет. Потому что при гидратации ацетилена получается ацетальдегид, а не этанол. Поэтому нет такого способа, чтобы именно в одну реакцию сделать этанол. Поэтому третий вариант ответа не подходит. Подходит брометан. Поэтому это 1, то есть CH3. CH3 плюс бром-2 на свету. Тут чистый бром. Замещение одного атома водорода. CH3CH2 бром плюс H бром. А затем этот брометан, CH3CH2 бром, обрабатываем щелочью, водный раствор реакции замещения. УАЖ группа замещает бром. Получается этанол CH3CH2 уАЖ и плюс натрий бром. Это способ получения спиртов. Поэтому Х идеальный брометан. Затем C2H5 уАЖ плюс серная кислота нагревания. Вот только что мы рассуждали, что этанол в зависимости от температуры можно сделать две вещи. Если внутри молекулярной дегидратации будет получаться этен, а тут такого нет, а тут есть ацетилен. Ацетилен точно нельзя получить за счет отщепления одной молекулы воды. И можно получить диетиловый эфирт. Здесь диетиловый эфирт, ответ четвертый. Поэтому 18 и 17 они перекликаются. Из предложенного перечня выберите все вещества, с каждым из которых водород вступает в реакцию гидрирования. Ага. Ну гидрирование – это присоединение водорода. Изобутан – это метилпропан, это алкан. Алканы не вступают в реакцию гидрирования. Ну вообще никак. Поэтому первый вариант ответа не подходит. Допустим, фенол может вступать в реакцию гидрирования? Ну потенциально – да. Почему бы нет? Потому что фенол – это ненасыщенное соединение. И по действиям катализатора, температура и давление в данном случае, потому что бензольное кольцо – это опять же довольно-таки прочная молекула, прочная часть молекулы, то тут еще требуется давление. Присоединяются три молекулы по трем условным двойным связям. Получается цикл гексенола. Поэтому вполне себе возможно гидрирование. Ответ второй подходит. Ацетилен, конечно, реакция гидрирования будет возможна. Этин плюс две молекулы водорода. Тоже катализатор. Нагревание. Получается этан CH3CH3. То есть тоже подходит. Это ответ третий. Изопрен. Изопрен – это 2-метил-бутадиен-1,3. CH2 – двойная связь. C-CH3. То есть это тоже ненасыщенное соединение. Конечно, если оно ненасыщенное, то тоже гидрирование возможно. Две двойные связи. Значит, может присоединяться две молекулы водорода. Никель нагревания. Получается CH3CH3CH3CH2CH2CH3. 2-метил-бутан. Ну, тут, кстати, не обязательно говорить 2, потому что метил-бутан может быть только 1. Это просто метил-бутан. Вот такой вот. И там еще был дивинил. Дивинил – это бутадиен-1,3. Это тоже алкадиен. Он тоже максимально может присоединить две молекулы водорода. То есть тоже гидрирование характерно. Получается CH3CH2CH2CH3. То есть ко всем двойным связям присоединился молекулы бутан. Значит, нам все подходит, кроме изобутана, потому что это насыщенный углеводород. И еще в комментариях был вопрос по поводу экзо- и эндотермических реакций. Это как раз-таки встречается в 19 номере. Но давайте вспомним, что все реакции делятся на два типа в зависимости от теплового эффекта. Если тепло выделяется, то такие реакции называются экзотермические реакции. Если тепло поглощается, то такие реакции называются эндотермические реакции. Очень легко запомнить. Например, бывает экзотели, бывает эндотели. Эдотели – это то, что внутрь. Поэтому это поглощение тепла. Экзо – то, что наружу. Поэтому это, наоборот, выделение тепла. За счет чего возникает этот тепловой эффект. Ребят, не путайте. Тепловой эффект ни в коем случае не связан с температурой проведения реакции. У вас эта температура может быть, то есть реакция идёт при нагревании, но при этом у вас будет, не знаю, экзотермический эффект. Ну или наоборот. Тепловой эффект только связан с тем, что реакция – это разрыв старых связей и образование новых связей. Каждая связь характеризуется своей энергией. И если у вас так получается, что энергия образования новых связей больше, чем энергия та, которая пошла на разрыв, которая потратилась на разрыв, то будет экзотермический эффект. Если наоборот, на разрыв пошло больше энергии, чем на образование новых, то тогда будет эндотермический эффект. Тут на самом деле, да, придётся некоторые примеры запомнить. Допустим, нужно запомнить, что многие реакции разложения – это эндотермические реакции. Ну и плюс некоторые наши исключения. Допустим, горение азота. Азот горит тоже эндотермически, потому что молекула азота, она прочная, там тройная связь. И как раз-таки в данном случае так получается, что на разрыв вот этой вот тройной связи тратится больше энергии, чем выделяется за счёт образования связи, новой связи между азотом и кислородом. Вот такая вот реакция. Хоть это и горение, но она эндотермическая. Протекает при очень высокой температуре, но это никак не связано с её тепловым эффектом. Она протекает при электрическом разряде, когда идёт гроза. Так что это первый пример эндотермической реакции. Ну и ещё и встречается примерно взаимодействие водорода с йодом. Потому что, опять же, H-йод, который выделяется, у него такая низкая энергия связи, что получается в итоге нужно больше потратить энергии, чтобы разрушить связь между водородом и йодом, чем выделяется при образовании новой связи H-йод. Поэтому это тоже реакция эндотермическая. И всё. И разложение. То есть разложение и вот эти два примерчика – это основные, которые встречаются в эндотермических реакциях. Иногда ещё встречается, допустим, реакция конверсии водяного пара. Но, честно, в заданиях от ВП я такие не встречала. Только в каких-то там табличках, которые пишутся. Да и, например, в сборниках теории от ВП тоже такое не встречала. Самое распространённое – это азот с кислородом и водород с йодом. Экзо – всё остальное. То есть это все остальные реакции. Реакция йодного обмена, горения и т.д. и т.п. Единственное, что, обратите внимание, взаимодействие азота с водородом, так как это не какое-то исключение, образуется аммиак, это экзотермическая реакция. Ну, потому что эндо только с кислородом, уже с другими какими-то веществами. Это будет экзо. Сюда двойку поставим и сюда поставим тройку. Ну, ещё, может быть, несколько примеров. Бывают такие реакции разложения, какие-то довольно-таки сложные реакции ОВР, в результате которых тоже тепло выделяется. Хоть кажется, что это разложение, но всё равно у вас так много образуется каких-то новых связей, что в итоге будет положительный тепловой эффект. Ну, например, разложение дихромата аммони. Я думаю, что многие из вас видели эту реакцию. Это реакция вулканчика. И там нагревание нужно только чтобы инициировать реакцию. То есть подносится зажжённая спичка, она инициирует реакцию, и вот дальше выделяющееся тепло за счёт ОВР, оно поддерживает реакцию разложения. То есть постоянно нагревать это вещество не нужно. За счёт чего протекает ОВР? У вас есть окислитель в одном веществе и восстановитель. Хром восстанавливается до трёх. Вот откуда берутся зелёные хлопья. Это хром 2О3. Азот окисляется до нуля. Ну и выделяется ещё вода. Здесь нужно поставить просто четвёрку перед водой. Всё уравнялось. Поэтому такие вот примеры сложных ОВР – это тоже экзо. Но я бы не сказала, что я их встречала в 19 номере. Обычно встречаются обычные реакции разложения, типа, там, не знаю, разложения карбонатов металлов или разложения нитратов или ещё чего-то такого. Это всё эндо. В данном случае у вас тепло затрачивается, чтобы разложение пошло. Ну всё. Теория по эндоэкзотермическим реакциям закончилась. То есть эндо – это разложение, все по большей части горение азота, взаимодействие водорода с йодом, всё остальное – экзо. Тут как бы особо не разгуляешься. Двадцатое. Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к увеличению скорости реакции оксида углерода 2 с оксидом меди. Давайте запишем реакцию. С у нас газообразный, оксид меди твёрдый. Это восстановитель. Восстанавливает медь плюс 2 до нуля, сам окисляется до 4. Получается углекислогаз. Нам надо увеличение скорости. Давайте думать. Нагревание реакционной смеси. Конечно. Нагревание всегда приводит к увеличению скорости реакции. Поэтому подходит. Охлаждения нет. Всегда замедляет реакцию. Молекулы обладают меньшей энергией, меньше сталкиваются. Реакция протекает медленнее. Увеличение концентрации монооксида углерода. Да, потому что это газообразное вещество. Если увеличиваете концентрацию сходных веществ, скорость увеличивается. Поэтому третье подходит. Увеличение концентрации диоксида углерода. Нет, потому что диоксид углерода – это продукт реакции. Продукт реакции не влияет на скорость прямой реакции. Не подходит. Измельчение оксида меди подходит, потому что вы увеличиваете площадь поверхности твердого вещества. Чем мельче кусочки, тем, соответственно, больше поверхность и больше контактов, больше взаимодействия, скорость увеличивается. Поэтому правильный ответ 1, 3, 5. Все, двигаемся дальше. Двадцать первое. Свойства серы. Ставим степень окисления. Сера здесь максимальная степень окисления плюс 6. Стал сульфид бария, значит, серы минус 2. Сера понизила степень окисления, присоединила отрицательные электроны, значит, серы являются окислителем. Но серы плюс 6, она только окислитель, потому что максимальная степень окисления. Был сульфид, степень окисления плюс 4. Стала сера минус 2, сера плюс 6. То есть у вас сера здесь и понизила, и повысила степень окисления, значит, она является и окислителем, и восстановителем. Та сера, которая понижает, это окислитель, потому что она присоединяет электроны. Та сера, которая повышает, это восстановитель, потому что она электроны отдает. Ну и последнее. Феррум СУ4 – это сульфат. Сера здесь плюс 6. Сера – это кислота. Сера плюс 6. Да и осталась тоже сера плюс 6, потому что это тоже сульфат. Здесь идет ОВР не за счет серы, а за счет железа. Плюс 2. Вот, железо было плюс 2, стало плюс 3. Кислород был 0, кислород стал минус 2. Поэтому в данном случае железо, сера, не является ни окислителем, ни восстановителем. Это у нас будет ответ 4, не проявляет. Конкретно в этом случае ни таких, ни таких свойств. 1, 3, 4. Электролиз – раствор соли на инертных электродах. Давайте напишем, кто где получается. Катод – отрицательно заряженный электрод, анод – положительно заряженный электрод. На катоде происходит восстановление металлов или водорода в зависимости от активности металла. Медь – это металл, стоящий после водорода. Неактивный металл восстанавливается до нуля. Натрий – это активный металл. Соответственно, восстанавливается водород из воды. Литий – активный металл, восстанавливается водород из воды. Аргентум – после водорода. Соответственно, неактивный металл восстанавливается только металл. На аноде происходит окисление. Если кислород, содержащий кислотный остаток, ифтор, то окисление будет кислорода из воды. Если без кислорода, содержащий хлор, минус бром, минус йод, минус серо, 2-, то будет окисление до неметалла. Кислород содержащий, поэтому окисляется кислород до О2. Кислород содержащий кислотный остаток, опять кислород. Бескислород содержащий хлор, значит хлор 2 и опять кислород. Ну, подбираем правильные ответы. Металл и кислород, первое. Это пятый вариант ответа. Водород и кислород, это третий вариант ответа. Водород и хлор, галоген, это второй вариант ответа. Металл и кислород – это опять пятый вариант ответа. Ну, вот так вот мы выяснили, что здесь получается. 23-й гидролиз. Давайте напишем формулу солей. Карбонат натрия – натрий-2, СО3. Хлорид аммония – это NH4, хлор. Сульфат калия – это калий-2, СО4. Сульфид алюминия – алюминий-2, С3. Что получается? Гидролиз идет по слабому. В карбонате натрия у нас слабая кислота. Гидролиз по аниону. Среда раствора щелочная. За счет того, что гидролиз по аниону. Из воды берется H+, и высвобождается H-, поэтому ответ второй. Сильное основание – слабая кислота. Хлорид аммония, наоборот, образован слабым основанием и сильной кислотой, поэтому гидролиз по катиону – среда кислая. Ответ первый. Сульфат калия образован и сильной кислотой, и сильным основанием, поэтому гидролизу не подвергается. Среда будет нейтральная. Сульфида алюминия образован всем слабым. И гидроксид металла нерастворимый, и кислота тоже слабая, поэтому гидролиз идёт и по катиону, и по неону. Причём это вещество полностью подвергается гидролизу, это необратимые гидролизы. Образуется алюминию H3, H2S, среда раствора тоже будет близка к нейтральному. Но получается, что ответ третий. И потому, и потому. Затем у нас одновременные изменения параметров систем, приводящих к смещению химического равновесия в сторону прямой реакции. Кстати, не часто такие задания встречаются. Хорошие. То есть нам нужно вот туда смещать, слева направо. Увеличение температуры и давления. Как лучше бы сделать это задание, чтобы не запутаться? Давайте так. Давайте сначала посмотрим на тепловой эффект. Что нужно сделать с температурой, чтобы сместить равновесие в сторону экзотермической реакции? Нужно температуру уменьшить. Потому что при уменьшении температуры, уменьшение, равновесие будет смещаться в сторону как раз-таки экзотермической реакции. У нас где уменьшение? Уменьшение – это второй и четвёртый ответ. То есть, например, для буквы А мы выбираем между вторым и четвёртым. А затем мы смотрим, а что с давлением у нас, с объёмами? Здесь у нас один объём, один объём, один объём. В исходных веществах два объёма, в продуктах реакции один объём. То есть нам нужно сместить равновесие в сторону меньших объёмов. Значит, давление нужно увеличить. И конкретно для буквы А нам нужно уменьшить температуру, но увеличить давление, чтобы сместить равновесие в сторону меньших объёмов. И чтобы всё сместилось в итоге в сторону прямой реакции. Уменьшение температуры и увеличение давления Это четвертый вариант ответа Мне кажется, это самый простой способ Не запутаться и сделать это задание максимально быстро Ну, давайте посмотрим на букву V Потому что там тоже положительный тепловой эффект Тоже экзотермическая То есть там тоже нужно выбирать между вторым и четвертым Потому что именно там уменьшение температуры Давайте сравнивать объемы Получается, здесь у нас два объема Один объем в сумме три объема Здесь два объема Опять меньше объемы в продуктах Значит, нам нужно увеличивать давление То есть это тоже будет четвертый вариант ответа Окей, с этим разобрались Теперь буква B и G Здесь у нас отрицательный тепловой эффект Значит, чтобы сместить равновесие в прямую Надо увеличивать температуру Потому что именно в этом случае у нас смещается в эндо То есть это первый и третий вариант ответа А теперь смотрим на объемы Тут у нас ноль объемов, потому что это твердое вещество Ноль объема твердое, один объем То есть тут больше объема, наоборот Чтобы сместить равновесие в сторону больших объемов Давление нужно уменьшить Поэтому наша задача увеличить температуру, но уменьшить давление Уменьшить температуру и давление Прекрасно, это как раз-таки подходит для почему почему уменьшить потому что неправильно ну что увеличить температуры надо так увеличение температуры давления нет нам нужно увеличение температуры и уменьшение давления третий вариант ответ вот он вот наоборот надо на второе нам не смотреть сейчас вот на второе и на четвертое это нам не подойдет потому что здесь уменьшение температуры а нам теперь увеличение всегда надо Поэтому выбираем между первым и третьим. Ну и последнее. C4H10 – это один объем, здесь один объем, два объема. То есть у нас тут тоже больше объема. Ну, значит, тоже подходит третий вариант ответа. Тоже температуру мы увеличиваем, но уменьшаем давление, чтобы больше объема сместилось. Поэтому 4-3, 4-3. Хорошее задание. Кстати, давно таких не встречала. Два балла. 25-е. Признак реакции. Самое простое, что вы можете сделать – написать реакцию и посмотреть, чего происходит. Избыток соли. Если у вас избыток соли алюминия, то у вас много катионов алюминия, мало щелочи. Выпадает осадок алюминию аж трижды. Если было бы наоборот избыток щелочи, то было бы растворение алюминию аж трижды. Ну, еще здесь получается натрий-2СУ4. Поэтому здесь у нас образование осадка гелеобразного белого цвета. Ответ пятый. Калиеваша метилоранж. Метилоранж – это индикатор. Метилоранж в щелочной среде становится желтым. Изменение окраса раствора. Ответ один. Аш-хлор и плюс гидрокарбонат – обмен. Натрий-хлор плюс СО2 плюс Х2О – выделение газа. Ответ четвертый. И Аш-НО3 плюс калию Аш – это реакция нейтрализации. Калия-НО3 плюс Х2О – все растворимо, никаких признаков нет. Поэтому видимых изменений нет. Ответ третий. Органическое вещество и способ получения этилен. Это и те. С2H4. Ну, его получают при крекинге нефти. Потому что как раз-таки при крекинге получают более короткий алкан. Ну и, соответственно, там алкен получается. Поэтому второй вариант ответа. Метан из природного газа – однозначно первый вариант ответа. Метанол из синтез газа – ответ четвертый. Ну и задачки. Последние расчетные задачки. Какую массу воды надо выпарить из 1 кг 3% раствора сульфата натрия для получения 5% раствора? То есть у нас был раствор 1 кг. Ну, давайте, наверное, в граммы переведем. Потому что что-то мне подсказывает, что вода будет в граммах. 3%. Выпарили – это значит нагрели. У нас улетела вода в виде пара. Масса раствора уменьшилась на какую-то массу. И стала 5%. Но при этом соль у вас не изменилась. Поэтому здесь, в принципе, можно, наверное, двумя способами решить задачку. Что давайте сделаем. Давайте найдем, сколько соли было в начальном растворе. То есть это масса сульфата натрия. Натрия 2СО4. Это 0,03 умножить на 1000. 30 г, да? 30 г математика. То есть 30 г соли у нас было. Но при этом эти 30 г соли, они так и остались в конечном растворе. И что мы можем найти, зная массу соли и массовую долю? А мы можем найти массу второго раствора. Для этого нужно массу соли разделить на массовую долю, на 0,05. Давайте считать. 30 делим на 0,05. Получается 600. Если начальный раствор был от 1000, а конечный стал 600, то сколько воды выпарилось? 400 г. Это первый способ. Второй способ... Наверное, вы могли бы сделать следующим образом. Составить уравнение с одной неизвестной. На массовую долю 2. Это масса соли 30 г. Масса начального раствора, но минус вода, которая улетела в виде пара. И все это равно 0,05. И выразить отсюда х. Соответственно, чтобы его выразить крест-накрест, нужно раскрыть скобки. То есть 30 равно 0,05 умножить на 1000 минус х. Получается 30 равно 50 минус 0,05 х. И получается, что 0,05 х равно 20. Но если мы 20 разделим на 0,05, то тоже получится 400. Или так, или так. Но, конечно, первый способ проще. Не надо решать уравнение. 28. Найдите объем азота, который образуется при горении аммиака. Давайте напишем реакцию. То есть аммиак горит. Значит, реакция с кислородом. Нам подсказали, что выделяется азот. Ну и, конечно же, тут еще выделится вода. То есть это не каталитическое горение. Поставим коэффициенты. Но тут надо замножить все. На 2, на 4. Давайте сюда двойку поставить. Туда-сюда четверку. Можно, конечно, баланс оставить. Можно подбором. Получается, что водорода 4 на 3, 12. Туда-сюда 6. И сюда 3. Чтобы все уравнялось. У нас было 15 литров аммиака. Она спрашивает, какой объем азота. То есть нам надо найти азот. Составляем пропорцию. По уравнению реакции из 4 литров аммиака получается 2 литра азота. Из 15 литра аммиака получится х литров азота. Крест-накрест. Х – это 2 умножить на 15 и деленное на 4. То есть 15 нужно поделить пополам. То есть это 7,5. С точностью до десятых – 7,5 литра. И последнее. При растворении карбоната кальция в избытке соляной кислоты выделился газ. Чему равна масса карбоната кальция? Давайте напишем реакцию. Кальций-СО3 плюс соляная кислота H-хлор. Получается кальций-хлор-2 плюс СО2 плюс H2O. Поставим коэффициент сюда, двоечку. Газ выделяется. Это углекислый газ. 5,6 литров. А нас спрашивали, масса карбоната какая? Значит, первое. Мы находим количество вещества от СО2. Объем делим на малярный объем. Получается 5,6 на 22,4. Это 0,25. Ну и представьте, если у вас газа было 0,25, по уравнению реакции соли газ относятся как один к одному, то карбоната кальция тоже будет 0,25. Тогда масса кальция-СО3 – это малярная масса. У карбоната она очень запоминающаяся. Это 100 на количество вещества. То есть масса 25 грамм. Точностью до целых 25 грамм. Все, решили вариант. Пишите, какие у вас впечатления. Кстати, если вы досмотрели этот разбор до конца, поставьте в комментариях плюс. Плюс я сделал, я дошел до конца, зарешал. И, кстати, наверное, нужно было бы про это в начале сказать, но скажу в конце. Хорошо. Может быть, кто-то досмотрел все-таки. Что вообще было бы здорово, если бы сначала вы пытались сами решать этот вариант, но затем смотрели бы разбор и делали какие-то пометки для себя, проверяли, слушали какую-то теорию, мои объяснения и т.д. Мне кажется, от такого было бы намного больше пользы, чем просто как бы сразу слушать. Но это зависит от вашего уровня подготовки. Если вы чувствуете, что пока не получается в полной мере решать весь вариант, тогда, наверное, стоит слушать разборы как сказку и как бы тренироваться, да, и запоминать какие-то способы решения, запоминать некоторую теорию. Но я думаю, что в какой-то момент вы уже сами сможете решать полные варианты. Пишите впечатления, понравилось, не понравилось, что думаете об этом варианте. 35-й зачет, на мой взгляд. И встретимся на следующем разборе. Всем пока.